Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас вновь приветствовать на нашем уроке чтения. Вы приготовились? Замечательно! Тогда мы начинаем урок чтения в третьем классе. Начнем сегодня мы наш урок чтения с проверки вашего домашнего задания. Но постольку, поскольку вы на прошлом уроке должны были выучить стихотворение у ташкентских курантов, хочу у вас спросить, все ли вы подготовились? Ответственно ли вы подошли к вашему домашнему заданию? Молодцы, ребятки! Я нисколько вас не сомневалась. Ну, раз вы все готовы и наверняка уже рассказали свое стихотворение, тогда мы с вами переходим к нашей новой теме. Сегодня мы с вами будем изучать произведение Раима Фархади «Песня Аиста». Давайте, ребятки, вспомним биографию Раима Фархади. Ведь вы наверняка уже знакомы с этим писателем. Знакомы? Молодцы, ребятки! Посмотрите внимательно на портрет этого великого писателя. Раим Фархади родился 16 мая 1942 года в Самарканде, в исторической части города Багишамал, где много садов и возвышенностей. Его родителями были ученые-медики. И, конечно, сын пошел по стопам родителей. Раим Фархади окончил Самаркандский медицинский институт. Некоторое время он даже работал врачом в одной из больниц Самарканда. Но Раим Фархади всегда увлекался чтением и стихотворениями. И в те годы Раим Фархади начал уже еще больше увлекаться поэзией и начал писать стихи. В 1964 году он закончил свою первую книжку под названием «Утренняя песнь». А затем уже были изданы книги «Муравьинное метро», «Фантазер», «Сады ветров», «Фрески Афросиаба» и другие. Стихотворения начали печатать в различных газетах и журналах. И уже в те годы его произведения обрели большую популярность и переводились на различные языки мира. Узбекский поэт, писатель, драматург, журналист, переводчик и художник, член творческого объединения Академии художств Узбекистана, главный редактор экологического журнала «Родничок», что в переводе Булакча, и детской студии искусства и творчества. Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан Раим Фархади является кавалером Ордена Дуслик, а также является автором более 50 книг. Его произведения включены в учебные программы школ и высших учебных заведений Узбекистана. Вот такой замечательный автор. Мы с вами сегодня познакомимся с произведением песни «Аиста» и хочу вас немножко познакомить с аистами. Кто же такие аисты? Что же это за птицы такие? Внимание, ребятки, на экран. Аист. Гнездо аиста можно увидеть на деревьях, на столбах и даже на крышах домов. Аист считается птицей, приносящей счастье. Поэтому люди всегда радуются, если эта крупная белая птица вьет гнездо на крыше дома. Обычно аист перелетает весной на старое гнездо и тут же начинают его ремонтировать. Поэтому каждый год оно увеличивается и иногда становится таким большим, что в нем вьют гнезда мелкие птички – воробьи, трясогуски и скорцы. И аисты их не обижают. Каждый год у пары аистов появляются птенцы. Больше месяца родители их высиживают. Мама аистиха сидит обычно ночами, а папа аист – днем. Первое время, как только вылупятся птенцы, родители аисты кормят их дождевыми червями. А в жаркий день приносят им воду в своем желудке, паят малышей и даже обливают их. В жару всем искупаться хочется. К концу лета птенцы вырастают и улетают одни, без родителей, зимовать в Африку. Взрослые птицы улетают позднее. У аиста нет голоса. Он не умеет петь и кричать, как другие птицы. Разговаривают аисты друг с другом, треща клювом, постукивая нижней половинкой клюва, а верхнюю. Вы уже знакомы с такими птицами, как аисты. Поэтому начнем с вами читать произведения. Я прошу вас приготовить все свои учебники. Мы начинаем читать песня аиста. Когда-то аисты могли петь, и песни их чудесные, звонкие, звучали по всей округе. Аисты строили гнезда возле человеческих жилищ. Из давних времен в наших и других краях люди говорили, аист – птица священная, его нельзя обижать. Счастье приходит в дом, над которым кружат белые аисты. Однажды весной, возвращаясь в родные края из далеких стран, они остановились в огромном цветущем саду, чтобы немного отдохнуть, а затем лететь дальше. В саду аисты увидели множество различных птиц, сидевших на ветвях деревьев и жарко споривших между собой. Синицы, скворцы, щеглы, пеночки, канарейки, дрозды и воробьи спорили о том, у какой птицы самое яркое и красивое оперение. Спор до хрипоты грозил перейти в ссоры и стычки пернатых и мог бы закончиться бедой, если бы не аисты. Белокрылые птицы обратились к обитателям сада. «Друзья, не надо впустую спорить и ссориться, у всех нас по-своему красивые перья, но скажите, умеете ли вы петь?» «А что это такое?» – удивились крикливые птицы. Аисты в ответ спели много красивых, веселых, звонких, озорных, стрелями и пересвистами песен, добрых и ласковых. Аисты подарили каждой птице по одной неповторимой песне, себе же оставили последнюю, такую же нежную, мелодичную и полетели дальше. Погожим весенним днем аисты вернулись к своим гнездовьям, построенным на высоких деревьях, которые росли возле водоемов и домов. В одном из таких мест накануне произошло радостное событие. В семье Мельника родился первенец-сынок. Счастливые родители склонялись над колыбелью. Мать кормила младенца и заботливо пеленала его. Но случилось так, что в день прилета аистов малыш вдруг стал морщиться, хныкать и не переставая кричать. Ни мать, ни отец не могли его успокоить. Отец побежал за лекарем, но тот был бессилен сделать хоть что-нибудь. Лекарства и снадобья не принесли пользы. Ребенок все плакал и плакал, и так продолжалось несколько дней. Отец младенца в сердцах проговорил. Прилетели аисты? Я думал, что они принесут нам счастье. Однако на нас обрушилась беда. Тяжело заболел наш мальчик. Молодая мать подошла к гнезду аистов и замахнулась палкой. Улетайте прочь, аисты! Из-за вас мы стали несчастливы. Аистиха готовилась выводить птенцов и укрывала крыльями кладку яиц, в которых уже теплилась жизнь. Женщина повторяла угрозы. Не хотите улетать? Тогда я разорю ваше гнездо. В ответ аистиха резко взмахнула крыльями и заговорила человеческим голосом. Не разрушай нашего гнезда. Разреши мне вывести птенцов. Я понимаю, как велико твое горе. Я помогу тебе успокоить твоего маленького сына. Итак, ребятки, мы прочитали часть нашего текста. Оставшуюся часть и чем же закончился этот рассказ, вам нужно будет дочитать до конца в нашем учебнике. А потом вы мне обязательно ответите на вопросы. Чем же помогла аистиха матери? И что же случилось в конце нашего произведения? А пока проведем словарную работу. В нашем тексте нам встретились не совсем знакомые слова. Давайте с вами сейчас поймем смысл этих слов. У вас встретилось слово «священное». Запоминайте, ребятки, священное – это то, что обладает святостью, а значит божественный. Что же значит фраза «спорить впустую»? Это значит бессмысленно. Что же такое трель? Трель, ребятки, это переливы голоса, мелодия. Хныкать. Хныкать – это плакать. Лекарь. Так в старину называли врачей и докторов. Проговорил в сердцах – это значит проговорил, сердясь, со злобой. И слово «промолвила» означает «сказала». Замечательно, ребятки, теперь вам все слова понятны. Молодцы. Подведем итоги нашего урока. С произведением какого автора мы с вами сегодня познакомились? Правильно, ребятки. С Раимом Фархади. Наш рассказ назывался «Песня Аиста». Ответим на вопросы. Почему произведение называется «Песня Аиста»? Когда-то аисты могли петь. Значит, «Песня Аиста» называется потому, что аисты раньше могли петь. Что говорили люди про аистов с давних времен? Аист – птица священная. Его нельзя обижать. И счастье приходит в дом, над которым кружат белые-белые аисты. Отлично, ребята, мы сегодня с вами поработали, прочитали новое произведение, познакомились с новыми словами. Теперь очередь записать домашнее задание. Вам нужно будет дочитать рассказ до конца на странице 6-9 нашего учебника, подготовиться к пересказу. Ну и, конечно, нарисуйте иллюстрацию к этому рассказу в своих рабочих тетрадках. Сегодня мы провели с вами очень интересный урок. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч, ребята! Наш урок окончен! Неважно, имеешь ли ты образование, или прямо сейчас изучаешь основы будущей профессии, а может, уже имеешь успешный опыт в бизнесе. Стать программистом никогда не поздно, ведь именно технологии дают безграничные возможности для самореализации и развития бизнеса. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно. Стать одним из миллиона программистов Узбекистана и сделать программирование достоянием нашей страны. One Million Uzbek Oders. Стань обладателем профессии будущего. Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас вновь приветствовать на нашем уроке русского языка. Вы готовы заниматься? Замечательно! А вы приготовили свои тетрадки, книжки, пенал? Молодцы! Тогда мы начинаем! Давайте угадаем тему нашего урока. Для этого нам нужно прочитать стихотворение. Прочитаем его все вместе. Тянутся в песенке звонкой, могут заплакать и закричать, могут в кроватке боюкать ребенка, но не желают шуметь и ворчать. А еще они могут быть мягкие и твердые, звонкие и глухие, парные и непарные. Догадались, ребятки? Конечно, молодцы! Тема нашего урока – это гласные и согласные звуки. А также мы закрепим с вами понятие, что такое слог и как правильно переносить слова. Работаем, ребятки! Для этого давайте разомнемся, вспомним все, что мы с вами уже знаем о наших буквах и звуках. Итак, перед вами первый вопрос. Сколько в русском языке гласных звуков? Молодцы, ребятки! Повторяем! Шесть! А, О, У, Э, И, И. Замечательно! А сколько в русском языке гласных букв? Отлично, ребятки! Десять! Называем! А, О, У, Э, И, 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 Е, Ё, Ю, Я. Молодцы! А какие гласные обозначают два звука? Правильно, ребятки! Это гласные, это гласные, Е, Ё, Ю, Я. Их еще мы называем йотированными гласными. Идем с вами дальше. Какие гласные обозначают мягкость предшествующему согласному? Молодцы, ребятки! Называем! Е, Ё, Ю, Я, И. Следующий вопрос. А какие у нас всегда твердые, всегда мягкие согласные? Называем сначала твердые. Ж, Ш, Ц всегда твердые. А, Щ, Ч, И краткое всегда мягкие. Молодцы, ребятки! Давайте с вами проверим ваше домашнее задание. На прошлом уроке вы самостоятельно должны были выполнить упражнение 9. Вам нужно было его прочитать, а также понять, что же обозначают эти выражения. Вам все было понятно? Хорошо! А если кому-то было непонятно, мы сегодня подробно все разберем. Итак, первое выражение, которое вы увидели, это брать слово. Что же означает фраза брать слово? Правильно, ребятки! Брать слово – это по собственному желанию, по своему усмотрению где-то выступать. А еще это означает получить с кого-то обещание. Следующая фраза. Бросать слова на ветер. Как вы поняли эту фразу? Молодцы! Бросать слова на ветер – это значит не выполнять обещанного и говорить без пользы, необдуманно. Например, мой друг никогда не бросает слова на ветер. Следующая фраза. Держать слово. Что означает эта фраза? Конечно, выполнять обещанное. Например, обещал, так держи слово. Замечательно! Своими словами. Своими словами – это значит пересказать неподробно, а теми словами, которые вы запомнили. То есть, не дословно, передавая только главный смысл – содержание, а не форму выражения. Например, Анна своими словами рассказала то, что услышала по радио. Следующая фраза. Слово в слово. Фраза «слово в слово» означает совершенно точно, дословно. Слово в слово, ребятки, вы всегда учите стихотворением. Молодцы! Вы отлично справились с домашним заданием. Сегодня мы с вами будем активно работать. Будьте, пожалуйста, внимательны. Вспоминай, что такое слог. Напоминаем, слог – это звук или несколько звуков, которые произносятся одним толчком выдыхаемого воздуха. Дерево. Ира. Пол. Давайте поработаем. Укажите, сколько в каждом слове слогов. Класс, мама, Оля, солнышко, зоопарк. Правильно, ребятки. Давайте вспомним, сколько в слове гласных, столько и слогов. Готовы? Проверяем. Класс – один слог, мама – два слога, Оля – два слога, солнышко – три слога, зоопарк – тоже три слога. Отлично, ребятки, хорошо работаем. А совпадает ли деление слов на слоги с делением слов для переноса? Как вы думаете, ребятки? Давайте посмотрим. Все слова переносятся по слогам. ЛИ-ТЕ-РА-ТУ-РА. ВЛА-ДИ-МИР. Совершенно верно. Но существуют у нас и правила. Давайте посмотрим. Обратите внимание, как мы делим слово на слоге БУРАТИНО. Для переноса, ребятки. БУ-РА-ТИ-НО. Отлично, ребятки. Давайте посмотрим следующее правило. При переносе слов с двойными согласными, одна согласная остается на предыдущей строке. Будьте внимательны. Посмотрите, как мы сейчас разобьем слово для переноса ЧИПОЛИНА. Отлично, ребятки. В русском языке существует правило, что буквы И-КРАТКОЕ, МЯГКИЙ ЗНАК И ТВЁРДЫЙ ЗНАК нельзя отделять от предшествующей буквы. ВОЙ-СКО. БОЛЬ-ШОЙ. РАЗ-ЕСТ. Обратите внимание, как мы переносим слово МАЛЬВИНА. Обратите внимание, МЯГКИЙ ЗНАК ОСТАЛСЯ ОКОЛОСОГЛАСНОЙ. Как же мы разделим слово НЕЗНАЙ-КО с И-КРАТКОЙ в середине слова? Посмотрим. Запомнили? Молодцы! Но в русском языке существует правило. Нельзя оставлять на строке или переносить одну букву. Например, слова ОЛЯ, ЛЕВ, СЛОН не переносится. Запомнили, ребятки? Молодцы! Давайте поработаем по учебнику. Раскройте, пожалуйста, свои тетрадочки и учебники. Мы поработаем с вами над упражнением 11. Нам нужно списать и разделить данные слова на слоги для переноса. То есть сейчас правило, которое мы с вами прошли, мы закрепим. Слова УЧИТЕЛЬНИЦА, ШКОЛЬНИКИ, ЧАЙКА, ПАЛЬТО, КОНЬКИ, ПАЛЬЧИК, АСФАЛЬТ, СТАЛЬНОЙ, ЗАИНЬКО, БОЛЬШОЕ. Делим на слоги для переноса. Готовы? Проверяем. УЧИ-ТЕЛЬ-НИ-ЦА, ШКОЛЬ-НИ-КИ. ЧАЙ-ТА, ПАЛЬ-ТО, КОНЬ-КИ. ПАЛЬ-ЧИК, АСФАЛЬТ, СТАЛЬ-НОЙ, ЗА-ИНЬ-КА, БОЛЬ-ШО-Е. Обратили внимание? Замечательно. Следующее упражнение нам нужно будет прочитать и выписать только те слова, в которых подчеркнутое гласное является слогом. Давайте посмотрим. Адрес, ЗАЕЦ, ЗАБИЯКА, ОГОРОД, УЖИН, ЯНВАРЬ, НОЯБРЬ, ЮЛА, ЕЛИ, ЮБКА, АСТРА, ИГОЛКА, ИГРАТЬ. То есть мы сейчас разделим просто на слоги, не для переноса. Готовы? Проверяем, ребятки. ЗА-БИ-Я-КА, Я ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ СЛОГОМ. О-ГО-РОД, О ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ СЛОГОМ. УЖИН, У ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ СЛОГОМ. Ю-ЛА, Ю ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ СЛОГОМ. Е-ЛИ, Е ЯВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМ СЛОГОМ. И, ГОЛ, КА, И является отдельным слогом. Ребята, это правило деления на слоги, не для переноса, не путайте, пожалуйста. Итак, ребятки, оцените, пожалуйста, свои знания. Что вы сегодня запомнили? Правило переноса слов, а также деление слов на слоги. И если вы справились с этим заданием отлично, нарисуйте в тетрадочке красный кружок. Если вы справились со своим заданием хорошо, но были немножко неполадки, тогда нарисуйте у себя зеленый кружок. Но если, ребятки, вам было совсем трудно, нарисуйте желтый кружок. Тогда нам нужно хорошо поработать, а это значит вспомнить и выучить все правила, которые мы с вами уже прошли. Ну и, конечно, новые правила. Ваше домашнее задание будет заключаться вот в чем. Вам нужно будет выполнить упражнение 15. В этом упражнении подчеркнуть буквы, которые обозначают звонкие согласные звуки. Ну и, конечно, обязательно повторить и выучить правила, которые мы сегодня прошли. Спасибо вам, ребятки, за внимание. Наш урок окончен. Спасибо. 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 Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада вас вновь всех приветствовать. Вы в хорошем настроении? Вы готовы работать? Замечательно. У нас с вами урок математики. Будьте внимательны. Девиз нашего урока. Прозвенел звонок. Начинается урок. Наши ушки на макушке. Глазки широко раскрыты. Слушаем, запоминаем. Ни минутки не теряем. Готовы? Замечательно. Хочу сегодня наш урок начать с проверки вашего домашнего задания. Надеюсь, вы не против. Раскрываем тетрадочки. Проверяем вместе со мной. Вам нужно было выполнить на странице номер восемь, номер шесть. Сложить удобным способом. На прошлом уроке вы наверняка запомнили, как же складывать удобным способом. Проверим. Замечательно. Перед вами первый пример. Читаемся вместе. К числу 520 прибавили 240, прибавили 180 и получили... А получили вот что. Давайте найдем два числа, которые нам удобно складывать. Конечно, ребятки, я считаю, что нам удобнее сложить к числу 520 прибавить 180. И тогда мы получим круглое число 700 и уже к этому числу мы прибавим оставшиеся 240. 700 плюс 240 мы получаем 940. Отлично. Следующее. 260 плюс 130 плюс 340. Какие два числа нам удобно сложить? Правильно, ребятки. Если вы догадались и если вы посчитали и если вы увидели, конечно, в числу 260 удобнее прибавить 340. Удобнее складывать десятки, ведь здесь 60, а здесь 40. Таким образом, мы можем сказать, что получаем круглое число. Круглому числу всегда удобно прибавлять. 260 плюс 340 мы получили 600. И 600 плюс 130 получаем 730. Следующее. 370 плюс 270 плюс 230. Выбор здесь у вас стоит двойной. Вы можете выбрать первый вариант. К числу 370 прибавить 230, как это сделала я. Либо же вы можете прибавить к числу 270 прибавить 230. И тоже в этом случае мы получим круглое число. Я 370 прибавила 230 и только после этого прибавила 270. Получили 870. Следующее выражение. 410 плюс 280 плюс 190. Какие два числа удобно складывать? Посмотрите, ребятки. Конечно, тогда, когда мы с вами при сложении получаем круглое число. Согласитесь, легче к 410 прибавить 190 и получить 600. И только после этого прибавим 280, получаем 880. Отлично, ребятки, если вы выполняете так же. Молодцы. Следующее ваше задание. Ваша задача номер 7. Читаем задачу. В прошлом году в школе обучалось 890 учеников. 80 из них окончили школу. А в новом учебном году 90 учеников были зачислены в первый класс. Сколько же учеников сейчас учатся? Давайте проверим. Для того, чтобы правильно решить задачу, вы знаете, мои хорошие, что задача у нас состоит из правильного условия, правильного вопроса, решения и ответа. Условия в данном случае у нас главные слова. Обучалось 890 учеников. Далее, что произошло? Ученики окончили 80. Зачислены 90. И самый главный вопрос. Сколько сейчас учатся? Вот что мы с вами должны сделать. Вы можете решить эту задачу по действиям. А можно упростить и решить ее вторым способом. И записать короткое выражение. Если мы будем задачу решать по действиям, тогда мы, ребятки, должны помнить, что тогда, когда окончили школу, это значит выбыли. А выбыли, это значит мы убираем. Таким образом, из числа 890 мы вычитаем 80. У нас остается с вами 810. И потом уже к этим ученикам пришли новые ученики. Их было 90. Мы прибавляем 90 и получаем 900. Таким образом, мы запишем с вами ответ, что 900 учеников сейчас учатся в школе. Ваш ответ совпал? Я нисколько не сомневалась. Молодцы, ребятки. Тогда мы с вами будем работать дальше. А вот перед вами очень интересное задание. Для того, чтобы нам начать сегодня изучать новую тему, мы должны с вами узнать, что же это за тема такая. А тема скрывается в нашем непростом задании. Итак, что вам нужно сделать? Перед вами сейчас ответы на наши вопросы. То есть, ответы на наши выражения. А в моем выражении, которое я сейчас вам буду давать, в них содержится буква. Решаем выражение, подставляем букву. Например, объясняю. Перед вами первое задание. Нам нужно из числа 50 вычесть число 15. Мы должны получить ответ. Сколько, ребятки, 50 минус 15? Конечно, ребятки, 35. Вы ищите число 35 и подставляете туда букву. Подставляем? Замечательно. Понятно? Отлично. Тогда давайте работать дальше. Пожалуйста, думаем, думаем быстренько. И будьте внимательны. 20 плюс 55. Находим ответ. Получаем? Молодцы. 75. И подставляем буковку М. Следующее выражение. 91 минус 21. Мы получаем 70. И подставляем буковку Ч. Отлично. 68 плюс 4. Подставляем буковку И. Отлично. Следующее наше задание. 90 минус 2. Получаем 88. Молодцы. Следующее задание. 65 минус 20. Молодцы. Получаем 45. И подставляем буковку И. 50 минус 14. Сколько получаем? Молодцы, ребятки. 36. И подставляем буковку Ч. 26 плюс 24. Получаем 50. И подставляем буковку Т. 60 плюс 24. Получаем 84. Молодцы. Работаем дальше. 27 плюс 13. Умнички. И. 65 плюс 5. 70. Подставляем С. 40 минус 16. Подставляем еще одну С. 77 минус 5. 72. Подставляем Л. 24 минус 8. 24 минус 8. Молодцы. 16. 40 минус 4. 36. Буковка И. 61 минус 11. Молодцы, ребятки. 50. 30 минус 12. 30 минус 12. 18. 18. 80 минус 15. 15. 65. 50 плюс 40. 90. И. 60 минус 40. 20. И. Наконец, последнее задание. 32 плюс 8. Получаем 40. Давайте внимательно прочитаем. Что у нас получилось? Вычитание суммы из числа. Молодцы, ребятки. Тема нашего урока. Вычитание суммы или разности из числа. Все. Внимание, ребятки, на экран. Обратите внимание, пожалуйста. Посмотрите. И вспомните, что называется суммой чисел, а что называется разностью чисел. Давайте вспомним, как называются компоненты чисел при сложении. Молодцы, ребятки. Первое слагаемое, второе слагаемое, сумма. Это наш результат. Как называются компоненты чисел при вычитании? Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Это наш результат. Замечательно, ребятки, вспомнили? А теперь, пожалуйста, посмотрите внимательно на экран. Как же нам решить такие выражения? Для этого в математике существует три способа. Первый способ. Вам нужно выполнить выражение в скобках. Посмотрите. Из числа 74 вычли сумму чисел 14 и 29. Как же правильно сделать? Как же правильно решить это выражение? Для этого мы решаем выражение в скобках. 14 плюс 29 мы получаем 43. И только после этого из 74 мы вычитаем 43 и получаем 31. Смотрим на второй способ. Из второго способа мы видим, ребятки, что мы можем теперь эти скобочки наши разбить и провести вычитание по порядку. Но помним, что минус у нас с вами сильнее плюса. Поэтому мы из 74 будем вычитать 14 и только после этого мы вычтем 29. И тоже получим 31. И, наконец, третий способ. Обратите внимание. А в третьем способе мы меняем с вами местами наши числа. И тогда из 74 мы вычитаем 29 и только после этого 14. И получаем с вами ответ 31. Ребятки, вам понятны эти действия? Надеюсь, что да. Тогда мы с вами поработаем по учебнику. Я прошу вас раскрыть наши учебники. На странице 9 мы будем выполнять с вами номер 2. Обратите внимание, что на доске у вас показаны первые выражения. Давайте посмотрим. Из числа 540 вычли разность чисел 80 и 60. Обратите внимание, что действие выполняется сначала в скобочках. Из 80 вычли 60, получили 20. Из числа 540 вычли 20, получили 520. Смотрим на следующее выражение. Из числа 540 вычли 80 и прибавили 60. Обратите внимание, что здесь действие выполняется по порядку. Значит, мы сначала из числа 540 вычитаем 80 и получаем 460. И только после этого прибавляем 60 и получаем 520. Следующее выражение. Из числа 540 вычли сумму чисел 80 и 60. Обратите внимание, ребятки, первое, что мы выполняем, это действие в скобочках. К 80 прибавляем 60 и получаем с вами 140. Из числа 540 вычитаем 140, мы получаем с вами 400. Следующее выражение. Из числа 540 вычитаем 80 и вычитаем 60. В данном выражении действия выполняются по порядку. Из числа 540 вычитаем 80, мы получаем число 460. Вычитаем еще 60 и получаем 400. Ребятки, запомните, что в решении таких выражений всегда первое действие выполняется в скобочках. Следующее задание по нашему учебнику мы видим. Это задача. Давайте задачу прочитаем все вместе. В магазине до обеда продано 130 порций мороженого, а после обеда продали 250. Если в магазин утром привезли 400 порций мороженого, то сколько порций мороженого осталось? Эту задачу будем решать все вместе. И речь идет здесь о нашем мороженом. Для того, чтобы решить задачу, мы с вами должны знать, из каких компонентов она состоит. Правильно, в задаче главное условие. Составляем. Привезли, продали. Обратите внимание, что продали до обеда и после обеда. До обеда 130 порций и после обеда 250 порций. Мы можем объединить их одним словом. Продали. Осталось. Это наш вопрос. Обратите внимание, что если мы можем объединить слова продали, то это действие мы будем выполнять первым в нашем решении задачи. Узнаем, сколько же продали. Это является первым вопросом в задаче. 130 плюс 250 получается 380. 380 порций мороженого продали за целый день. А вот теперь тогда, когда мы знаем, что у нас привезли 400 порций, а продали 380, теперь мы можем ответить на наш вопрос, сколько же осталось. Если мы из 400 вычтем 380, мы увидим, что 20 порций мороженого осталось. Задачу можно решить еще и выражением. Вторым способом. Задача считается решенной полностью, если в ней записан ответ. 20 порций мороженого осталось. Готовы, ребятки? Молодцы! Ну и в закреплении я хочу, ребятки, вам напомнить правила сложения и вычитания трехзначных чисел. Столбиком. Это значит письменное решение примеров. Давайте с вами посмотрим. У меня есть число 345. К числу 345 прибавили число 234. Обратите внимание, мы складываем примеры. Если мы с вами складываем, то в записи мы с вами сотни записываем под сотнями, десятки записываем под десятками и единицы записываем под единицами. Готовы? И существует правило. Но складывать мы с вами будем в обратном порядке, то есть справа налево. К 5 прибавляем 4, получаем 9. К 4 десяткам прибавляем 3 десятка, получаем 7 десятков. К 2 десяткам прибавляем 3 десятка, получаем 5 десятков. Отлично! Теперь вычитаем. Из числа 675 нам нужно вычесть число 432. Вычитаем. Молодцы, ребятки! В запись обязательно сохраняем порядок. И при вычитании тоже. То есть начинаем с единиц. Вычитаем единицы. Из 5 единиц вычли 2 единицы, получили 3 единицы. Из 7 десятков вычли 3 десятка, получили 4 десятка. И из 6 сотен вычли 4 сотни, получили 2 сотни. Мы сегодня с вами, ребятки, замечательно поработали. Проверьте себя, какой новый вычислительный прием вы узнали сегодня на уроке. Все ли вам было понятно, ребятки? И какое задание вам показалось самым трудным? Ну а теперь время пришло записать домашнее задание. Ваше домашнее задание вам нужно будет на страничке 10 выполнить номер 8 и 9. А также повторить правила сложения и вычитания трехзначных чисел. Вы сегодня хорошо поработали на уроке. Вы были очень активными. Спасибо вам, ребятки, за внимание. Наш урок окончен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok